Привет, друзья! Я хочу сегодня рассказать вам продолжение рассказа «Слуга должен знать свое место. Как я работала домоправительницей у богатой женщины». Так вот, я этот свой рассказ скомкала, быстро закончила, потому что заторопилась. Надо было мне уже с парковки забирать машину. Ну, в общем, хочу вам продолжить. Конечно же, там у меня очень много было всяких интересных событий, и там рассказывать не перерассказывать. Ну, хочу единственное, что сейчас рассказать вам, надеюсь, что будет для вас интересно, как живут богатые. Так вот, как эта женщина, как она просыпалась утром, что она делала, и как она вокруг своего мужа водила хороводы. Ну, здесь надо сразу напомнить тем, кто, может быть, не слышал, не обратил внимания, женщине этой, хозяйке, которая наняла меня на работу домработницей. Ей на тот момент было 37 лет. Так вот, маленький ребенок, полтора годика, и муж. Муж ее намного старше, ну, наверное, лет на 15. Как я понимаю, ему было там уже за 50. Вот. Так вот, я, конечно же, не знала, думала, что муж с женой, ну, никаких подробностей, ничего. Ну, женщины, конечно же, вот Людмила, которая работала нянечкой и работала давно в этой семье, она, конечно же, сразу меня посвятила в курс событий. Оказалось, что эта женщина, она вовсе не жена, они не расписаны, но живут они уже больше 6 лет, как мне сказала Людмила. Вот. И, значит, сейчас вот родили ребенка. Ну, раз родили ребенка, то, конечно же, скорее всего, что он женится. Ну, кстати, хочу сразу сказать, что по поводу того, женился он или не женился, как там дальше сложилась их судьба, я не в курсе. Я только знаю, что у него, конечно же, была первая семья, другая, как обычно, прожили жизнь. Там взрослый сын, которому на тот момент было где-то лет 25, по-моему, ну, даже не знаю, в общем, далеко, далеко за 20. Так вот, этот взрослый сын учился где-то тоже за границей в Европе, как это модно и принято. Ну, и как это модно и принято, когда появились деньги у мужчины, он жену поменял на более молодую. Вот. Как-то у нас, вы знаете, чаще всего происходит так. Так вот, эта молодая женщина, давайте все-таки мы ее назовем Светлана, так будет мне удобнее и вы будете понимать. Вот, это Светлана, хозяйка моя. У нее начиналось утро, это было, конечно, супер. Она, конечно, нам говорила всем, что мы должны просыпаться раньше. В 8 часов мы уже должны приготовить завтрак на ногах, ну, то есть всем подъем. Там у них был большой такой балкон. Нужно было его полить из шланга холодной водой, чтобы было прохладно. А моя обязанность была приготовить завтрак и сервировать красиво как раз на балконе. Даже, наверное, не балкон, а там огромная такая территория. Как даже называется, я не знаю. Ну, в общем, они завтракали всегда на балконе. Вот, я сервировала, доставала красивую посуду, в общем, все как положено. Она мне говорила, что я обязательно должна заварить чай, все по науке. Сначала этот нагреть, этот фарфоровый чайник для заварки обязательно нагреть в духовке. Сначала его обдать кипятком, потом нагреть в духовке, высушить полностью. Потом, значит, я должна там бросить было звездочки корицы, одно зернышко гвоздики. И такой вот очень дорогой чай, который она мне тоже приносила, давала там ложечку из дорогих. Вот, как раньше я рассказывала вам, как эти англичанки прятали специальные, были такие тикади, шкатулки для чая, который замыкался. Мое видео скину, кто не видел, посмотрите, интересно тоже. И вот, я все это делала. То, что завтрак, на завтрак, сейчас расскажу, ничего готовить мне было не нужно. Мне сказала, это хозяйка Светлана, что иногда, может быть, мы вас попросим какие-то блинчики пожарить, вот если вы умеете. Но это, наверное, будет крайне редко в охотку. А в основном у них вот была такая раздельная диета. Она мне дала там распечатку, чуть ли не на 20 листах, текст о том, что я могу совмещать из продуктов, что не совмещать. Ну, там все было очень легко, потому что только перечислялись фрукты и овощи. На завтрак они ели фрукты, овощи. Первый день кислый был, второй день кисло-сладкий, третий день сладкий. Вот так. Ни в коем случае нельзя было кисло-сладкие фрукты путать с кислыми или путать, допустим, со сладкими. Все раздельно. Я вот даже, кстати, не знаю, как называется эта диета, но вот они ее придерживались. Хотя, надо сказать, что Светлана, она была очень стройненькая такая, очень фигуристая. Я не могу сказать, что красавица, но у нее были хорошие волосы. Она всегда ухаживала хорошо за ними, за собой прекрасно ухаживала. Понимаете вы, наверное, все это, да? Постоянно к ней приходили массажистки из Таиланда. Она их там где-то на пляже находила и заказывала себе массаж. Они там в Европе, кстати, по пляжу ходят, делают, предлагают этот тайский массаж. Но она, наверное, знала. Вот делали ей тайский массаж в течение нескольких часов. Потом к ней приходили, делали педикюр дома, делали маникюр дома на дому тоже. Вот делали прическу, макияж. Все это дома, никуда она никогда не ходила. Все мастера приходили к ней. И потом она такая красавица, выпархивала со второго этажа. У них была на втором этаже спальня. Вот она оттуда спускалась. Я всегда говорила, боже, Светлана, какая вы красавица. Ну и она радостно как бы не улыбалась. Она была уверена и без моих комплиментов, что она великолепна. Ну а утром, когда она только выходила на кухню, то, конечно же, она выглядела не совсем ухоженной, скажем так. Ну, как обычно, без макияжа. Она выходила на кухню и сразу же проверяла, что тут, как тут у нас. Значит, у нее была всегда проверка всех, кто что делает. Вот она проверяла, естественно, первым делом своего сына, нянечку. Как у них там, как они поспали, что там нового. Говорила с ней. Потом она выходила ко мне на кухню и говорила, что сегодня кислая диета у нас. Значит, я давала виноград. Она мне показывала, у них два холодильника огромных. Она мне показывала на полочках. Там уже мы с ней разложили, когда она приносила. Она, кстати, на рынок ездила сама. И вот когда она приносила продукты, значит, она их раскладывала вместе со мной. По полочкам сладкие, кисло-сладкие и кислые. Ну, примерно, наверное, вы представляете, да? Я уже сейчас наизусть не помню. Ну, кислые это, как я говорю, крыжовник. Что там еще к кислым-то относилось? Вообще, а, по-моему, красная смородина. Что-то еще. Не помню, по правде говоря. Я-то, в общем-то, не об этом свой разговор вам веду. Да, и она всегда включала, как только выходила, она включала такую прекрасную музыку. Скорее всего, музыка, наверное, для медитации, для расслабления. Там журчали ручьи, там щебетали птицы. И играла какая-то легкая-легкая музыка. Специально такой подбор у нее был. Несколько часов, вот, в течение всего утра она включала и слушала эту музыку. Дальше вот начиналась эта великолепная музыка. Значит, она сразу включала кофейную машину. выпивала чашку кофе. Но иногда предлагала тоже и нам. Кофе очень был вкусный, специальный. Наверное, кофе дорогой, потому что предлагала нам она его только в хорошее настроение. А так, в общем-то, она пила сама этот кофе. Дальше. Значит, она проверяла, как я сервировала стол. Все тут сама трогала, все перекручивала. Салфеточку красиво раскладывала. Смотрела, как я заварила чай, правильно или неправильно. Она сама не завтракала никогда. Вот я говорю, выпивала чашку кофе. Маленькую чашечку экспресса. И ждала, когда встанет ее муж. Ну и вот спустя какое-то время, когда Светлана уже понимала, что все готово, она бежала опять туда наверх, в спальню. И уже она выходила вместе с мужем, со своим. Он такой заспанный, такой серьезный выходил. Таращил глаза, ничего не понимая на нас. Он, по-моему, даже нас по имени никого не помнил и не знал. Всем вот этим, значит, руководила именно хозяйка. Это Света. Вот. Она щебетала вокруг него. Она его выводила туда на балкон, усаживала. Значит, и все это приговаривала. Пока тут она его усаживала, она ему все приговаривала, щебетала безостановочно. Как тут день прошел, какой день хороший, замечать. Короче, не знаю, что она там ему говорила. Но потом она мне говорила, что ты ничего не выноси, я все ему подам и вынесу сама. И вот она начинала его подчивать. Она ему выносила на тарелочке то, что я там положила. Вот эти вот кислые ягоды, кислые фрукты. Или среднекислые, или сладкие. Когда какой день получался. Вот. И ее этот муж, тараща глаза на все это дело, он сидел вальяжно, все это кушал. Так вот, когда он кушал, она не садилась никогда рядом. Это тоже, вы знаете, была такая интересная история. Она бегала вокруг, щебетала, щебетала, щебетала. А все ли тебе хорошо? А тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красное? Как из той сказки. И потом она, а музыку нужно ли громче, нужно ли тише? В общем, тут все, конечно, она его обихаживала. Я смотрела, открыв рот. Вот так вот она любовалась на него и ворковала. Пока он въел, она ему смотрела в рот. Дальше она, значит, смотрела, хороший ли чай. Все это проверяла сама сначала, потом ему разливала. Но вот чай она с ним тоже пила. В общем, Света в этом плане, конечно, была настолько молодец, что нам только учиться и учиться. Ну вот, кстати, я от нее тогда научилась тому, что надо утром вставать и включать какую-то прекрасную мелодию, которую также слушали мы, как вы понимаете, все. Весь обслуживающий персонал тоже с удовольствием. И сразу настроение поднималось. И день становился намного лучше, чем он был без музыки, если бы. Вот. Потом еще она меня научила, что она всегда натощак утром выпивала стакан крутого кипятка с лимоном. Она выжимала туда четвертинку лимона. Вот этот крутой кипяток. Такой, как только можно терпеть, так скажем, да. Горячий очень. Она мелкими-мелкими глоточками утром выпивала. Говорила, что выводит из организма все какие-то слизи. Ну, в общем, там происходит такой процесс. И вот она этим тоже занималась. И после этого я каждое утро тоже пила горячую воду с долькой лимона. Так что, видите, какие-то тоже я тут для себя интересные вещи переняла. Что, если что-то хорошее, то, как говорится, почему бы и нет, да. Пришлось мне прерваться. Вы знаете, очень резко начался дождь. Погода изменилась. Вообще нам обещают похолодание. С завтрашнего дня сказали, что погода будет 10 градусов. И дожди каждый день. Вроде бы как это для нас не сюрприз. Для англичан не сюрприз. Но все-таки, конечно, в июле месяце 10 градусов тепла. Это, конечно, холодно. Ну, вот у меня, наверное, и мухи появились в квартире. Именно вот к смене погоды, как мне правильно кто-то тут сказал. Я попробую вам дальше рассказывать, конечно. Но, наверное, мне все-таки придется куда-то уйти под крышу. Так что вот так вот бегала зайкой вокруг своего мужа гражданского хозяйка света. Ну, и я помню, что я-то очень-очень удивлялась. Думаю, ну, конечно, если так вокруг бегают и в рот заглядывают, то, конечно, уж он от нее никуда не денется. Ну, а Людмила тут язвительно замечала всегда нянечка, которая, что... Да, так вот, ей 37 лет. Это уже по меркам вот этих вот олигархов. Она уже старая тетка. И там молодые уже попками толкаются. 20-летние тоже бы не прочь занять ее место. Ну, вы знаете, что хочу сказать? Что вот этот вот мужчина, который основной это бизнесмен, он, как я рассказывала уже, он занимался архитектурой, он дизайном занимался. Вот этих вот дома, которых тогда строилось, и на Рублевском шоссе, и везде огромное количество. Он был очень модный, популярный дизайнер. И ему заказывали отделку дома полностью на его вкус, на его усмотрение. И он получал огромные деньги. Ну, вот тогда, наверное, за это платили просто миллионы. Я уж не знаю, но, по крайней мере, вот если говорить о том, что они снимали вот эту вот квартиру в Испании. И, как мне сказала хозяйка Света, когда я поинтересовалась, а дорого ли она сказала, Да, конечно, таким, типа, как ты, тут даже вообще ничего не обломится, потому что стоит это 40 тысяч евро на лето просто снять вот эти вот огромные апартаменты. Так вот, Людмила говорила, что да, конечно, будешь тут прыгать зайкой вокруг и ублажать всяко, потому что пока еще не муж, и очередь стоит желающих замуж за него. Ну, вот, говорит, а как только поставят штамп в паспорте, как только свадьбу сыграют, так, наверное, она так вокруг него прыгать, бегать и не будет. Ну, вот я не знаю. Я в этом плане, конечно, сомневаюсь, потому что все равно она была не глупая, эта Света. Поэтому, понимаете, все равно, ну, что такое штамп в паспорте, тем более для человека с огромными деньгами. Конечно же, если ему не понравится, он жену эту быстро сменит. Но, судя по тому, что я, например, видела, что он был всем доволен, он был очень доволен, он такой, знаете, иногда вот мне казалось, что он просто сейчас замурлыкает, как бегала Света вокруг него. Конечно же, это понравится любому мужчине. Ну, и потом она же не только бегала вокруг него, суетилась, она еще и говорила, 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 и комплименты, и все. Вот поучиться бы, как охмурять мужчин, поучиться бы у этой Светы. Сейчас-то уже с тех пор, понимаете, больше 10 лет прошло, так что этой Свете уже под полтинник. Вот, так что уж не знаю, насколько сохранилась их брак, сохранилась их семья, но надеюсь, что сохранилась, потому что, насколько я видела, и насколько мне рассказывали вот эти все обслуживающие персонал, там и садовник потом, и насколько я сама видела, и насколько я слышала вот от Людмилы как раз, она была в курсе всех событий, то вот она и говорила, что Света уже подружилась и с его бывшей женой, что она очень подружилась с его первым сыном взрослым, что он тоже с ней общается очень хорошо. Ну и самое главное то, что она мать его очень как-то, знаете, она постоянно у нее мать, каждый день она ей звонила, каждый день, я имею в виду свекровь, как вы понимаете, да? Так вот она и звонила каждый день, каждый день они что-то такое ворковали, ну а та уже бабулька, конечно, бабульке интересно, что ее не забывают, интересно, она ей все бегала, показывала, она бегала с этим ноутбуком и показывала ей, как тут вид с балкона, как тут что, как кушает ее внучек, и как он учится, и как он первые шаги делает, и как он говорит баба. То есть она молодец, надеюсь, что они до сих пор, как говорится, живут-поживают. Ну и еще помню однажды такая произошла интересная история, а эта хозяйка Света, она любила со мной тоже поговорить. Ну, наверное, чувствовала все-таки, что поговорить со мной есть о чем. У меня богатый жизненный опыт, скажем так. Вот, и она всегда утром там, когда мы что-то готовили, накрывали на стол, она со мной вела беседы, то есть спрашивала, расспрашивала. Когда она узнала, что я еще и вот английский изучаю, она сказала, ой, молодец, я тоже учу английский. И я еще заочно два университета хочу закончить. Я уж не помню, какие, но, по-моему, один какой-то что-то такое с культурой связано, и второй – это психология. Вот видите, такая молодец. Она не сидела просто так на попе ровно, как бывает у нас, когда вот люди, женщины находят богатого мужа, и сидит потом, и расстраивается, что ей скучно, и что нечего делать. А вот Света, она бегала и занималась самообразованием, пока у нее была возможность, очень активно. И вот я помню в один из таких наших разговоров, в одну из таких бесед, я рискнула спросить, что вот, Света, если ты мне не даешь, как мы и договаривались, один выходной в неделю, то, может быть, я тогда соберу вот за месяц, ну или там за три недели, вот четыре или три дня свободных. Я хочу съездить все-таки в Ниццу. Здесь недалеко. Я надеюсь, что недалеко. Я хочу съездить в Ниццу все-таки ближе, чем мне из Москвы ехать. А вы же понимаете, почему я хотела ехать в Ниццу. У меня это была навязчивая идея. Просто тогда это у меня была больная тема с Жаном Франсуа. Почему я, в общем-то, вам о нем и стала говорить в своем первом видео. Не просто так. Знаете, это как в театре. Если на сцене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить. Так и у меня. Да, я недаром заговорила про Жану Франсуа, потому что я-то сразу подумала, что, наверное, если мы поедем в Испанию, я смогу там отпроситься ненадолго и съездить во Францию. Такие у меня были скрытые мечты и надежды. И вот я когда спросила у Светы, говорю, а вот можно ли мне взять хотя бы там, я не знаю, два дня? Я бы хотела съездить в Ниццу. Ну, наверное, на поезде. И я спрашиваю, простая такая, я спрашиваю, Света, ты же здесь часто бывала? И ты говоришь, что вы ездили и в Ниццу, и в Канны отсюда постоянно. Может быть, ты знаешь, как здесь поезда ходят, электрички поезда. Она рассмеялась и говорит, да что ты, о чем ты вообще толкуешь? Я уже не помню последний раз, когда я спускалась в метро, когда я ездила на каком-то там поезде, да что ты. У меня машина с личным водителем, и только на машине я везде езжу. В общем, я так тоже удивилась и говорю, как интересно. Но ведь, судя по всему, у нас люди богатые стали появляться не так давно. Люди богатые в России стали появляться от силы лет 10. Как? Но со своими капиталами. Она сказала, да, ты права, я всего лишь 6 лет веду такую жизнь, но к хорошему быстро привыкаешь. И я вообще забыла, как и когда я ездила в метро, в электричках, где-то в такси или еще в подобных таких вот странных общественных транспортах. Да, правильно говорят, что к хорошему быстро привыкаешь, поэтому я, наверное, здесь с ней соглашусь. Совершила оплошность, что я спросила у нее о каких-то поездах на самом деле, что она может знать о вокзалах и поездах с ее-то жизнью такой уже. Вот такой сегодня у меня рассказ, продолжение того моего первого рассказа. Надеюсь, что я вас не утомила. Жаль, что прервал мой рассказ и немножко я сбилась, прервал дождь. Я продолжу вам этот рассказ, там еще у меня есть для вас много интересного. А на этом всем удачи, увидимся, пока-пока! Друзья, ПС, ПС, по скриптум, хочу я у вас спросить, вернее даже так, хочу вам всем напомнить опять. Пожалуйста, друзья, смотрите рекламу, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, нажимать на пальчик вверх. Но ведь это же не трудно. Я смотрю, что просмотров 3000, а лайков всего 200. Неужели 3000 совсем не понравилось какое-то из моих видео? Все зависит от вас, от ваших просмотров, как часто и что именно я буду дальше рассказывать. Друзья, пожалуйста, не забывайте. Ну и те, кто не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Я же, понимаете, слежу, я смотрю постоянно статистику. Статистика такая, что по количеству просмотров у меня получается 50 на 50. 50 тех, кто подписан на мой канал, 50 процентов я имею в виду. И 50 процентов смотрят те, кто на канал не подписан. Друзья, а почему вы не подписаны на мой канал? Подпишитесь, пожалуйста. От этого зависит монетизация канала. От этого зависит качество моих дальнейших видео. От этого зависит, какие темы я буду для вас поднимать. Как это все будет выглядеть у нас на экране. Как будет вам слышно, хорошо или плохо. Потому что все это зависит от монетизации, друзья. Вот спасибо тем, кто дослушал. Субтитры сделал DimaTorzok